Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы с вами посмотрим расклад «Не гони лошадей». Давайте посмотрим, где не нужно торопиться вам, в какой сфере. Но опять-таки, расклад на сегодняшний день, завтра всё может поменяться. Смотрите, сейчас три варианта. Кому нужно по вариантам, первый, второй, третий. Кто хочет, смотрите все три карты. Итак, первый вариант. Мужчина, который ворвётся в вашу жизнь и сделает вашу жизнь сказкой. Так куда же не нужно торопиться? Куда, да? Вот как раз-таки отвечать вот такой же скоростью этому мужчине ни в коем случае нельзя. То есть человек увидел, да, и победил. Пришёл, увидел, победил. Вот если вы будете держать этого мужчину на расстоянии, будете какие-то загадки таить от него, да, вот останетесь женщиной-загадкой, протянете какое-то время, он тогда будет за вами бегать, он заинтересуется, ему захочется покорить вас. Но если вы вот поторопитесь, да, вот в этой ситуации, ответите тем же быстрым чувством, которое он вам предлагает, то вот здесь может быть ошибочка ваша. Второй вариант. Туз Пентакли. Это вообще карта такая, знаете, могу вам сказать, что она несёт в себе уже любовь, деньги, исполнение желаний, абсолютно всё. Но вы хотите здесь, сейчас, всё и сразу, вы хотите, вот, чтобы манна небесная упала вам на голову. И такого не бывает. Курочка по зёрнышку клюёт. Вот посмотрите, как по одной монеточке, по одному зёрнышку, по одной вот черешенке или вишенке, да, или виноградинке нужно собирать, чтобы вот был этот туз Пентакли. Значит, не торопитесь, не всё сразу. Это будет у вас, обязательно будет в скором будущем. Но нужно для этого аккуратно идти медленными, стабильными шажками и получите вот это большое желаемое. Третий вариант. А здесь у нас карта повешенного, да. Вот здесь я бы вам сказала, не торопитесь выходить из этого положения. Вот вы сейчас чувствуете себя в подвешенном состоянии. Вы чувствуете, что вы как жертва, да, обстоятельств. И вам нужно срочно выйти из этого непонятного положения. Нужно срочно, да, занять то положение, в котором вы всегда привыкли пребывать. Но вам говорят, не торопитесь. Почему? Посмотрите с ракурса, с этого ракурса по-другому на этот мир. И вы найдёте для себя какое-то богатство. Оно может заключаться в финансах, а может быть заключаться и в чём-то другом. Задайте себе вопрос, а почему вы сейчас оказались именно в таком положении? Значит, высшие силы решили, что именно сейчас вам нужно увидеть какой-то другой ракурс и увидеть вообще другое положение дел. Для чего-то это нужно? А может быть вас загнали в такие обстоятельства, чтобы вы обратили внимание на своих родных и близких. Вот у меня, например, знакомая дамочка, она вышла замуж в очередной раз и своего ребёнка-подростка отдала маме на воспитание. Несколько лет она с мужем прожила, все деньги на мужа тратила, а потом она с ним разводится, вернее он её выгнал даже, выгнал из дома, и она возвращается к своей маме и к своему ребёнку. Для чего, спрашивается? Да для того, чтобы посмотреть, что она нужна сейчас своей матери и своему ребёнку больше, нежели тому мужику, понимаете? Ну, это как пример, а вы сами подумайте, почему, почему вы оказались в такой ситуации. Пальчик вверху, слово благодарю. Пока-пока. Пальчик вверху.